Прямой эфир, вот же он, здравствуйте, мои хорошие ребята, всем огромный привет, я вас сейчас буду всячески пытаться завлечь на сторону здоровья, спорта, долголетия и вообще будем с вами сейчас очень круто тусоваться. Людмилочка, здравствуйте, всем большой привет, кто нас смотрит в записи, большое спасибо, если вы смотрите меня в прямом эфире, ставьте лайк, пожалуйста, видео этому и будем сейчас отвечать на ваши вопросы. И как всегда, наши прямые эфиры абсолютно незабываемый, экспириенс, который я вместе с вами стараюсь проживать и я вместе с вами стараюсь как можно более сделать полезным для вас с расчетом того, что вы же тратите здесь свое время, правильно? Ребята, большое спасибо, что поддержали вчерашнее видео вот так, бомбите сразу вопросами, будем стараться сделать сейчас блиц-эфир, максимальное количество вопросов за минимальное количество времени, назовем это так. Почему стоит вес? Потому что вы либо уперлись в гормональный, либо упорились в опускание вашего метаболизма из-за того, что слишком было мало калорий. У меня есть на ютюбе видео, называется «Как побороть плато». Здравствуйте, здравствуйте, всем большой привет. Ай, Табуров, здравствуйте, моя хорошая. Так, бомбите скорее вопросами. Вопрос веса всегда заключается в нескольких вещах, подчеркиваю, в гормональном и в калорийном. Чуть не ушел дальше работать. Очень загруженный день Evolution. Липовский, здравствуйте, Сергей, дорогой мой, уважаемый вам, огромное спасибо за то, что мы с вами вместе трудимся и работаем. И я специально вчера сделал репост в поддержку вас и вашей огромной работы, которую вы уделяете. Спасибо большое, я сам тут задержался немножечко, поэтому извините за опоздание. Привет. Юлечка, здравствуйте, моя хорошая, здравствуйте. Я вас рад видеть. Марафонцам, большой привет, кто у меня в эфире. Алексей, подскажите, пожалуйста, как усваивается коллаген организмом. Алексей, пожалуйста, как усваивается коллаген. Коллаген усваивается, вас интересует процесс переваривания, процесс всасывания или процесс абсорбации и далее транспортировки соединительных элементов в ткань. В любом случае, коллаген это самая чистая форма соединительной ткани, которая доступна вам в принципе в пищу. И я его всегда советую, его только нужно пить на голодный желудок, всегда. Да, если у вас коллаген в больших дозировках, то 5 грамм за полчаса до еды, первопрямую пищу. Ура, еду в машине и смотрю. Жанночка, супер отлично, очень рад, что время проводим с пользой. Алексей, у меня почему-то пропал цикл. Хлоя вроде бы восстановился. Так, Хлоя вроде бы восстановился. Врач говорит, что из-за веса грязи, Алексей, мало при моем 165. И нужно набрать до 50, но я не хочу что делать. Дело в том, что, моя дорогая, вы должны отдавать себе отчет, что 165 – это достаточно высокий рост. И я считаю, что вы путем контроля слишком жесткого можете лишиться цикла. У моей супруги 47 вес, и у нее рост на 4-5 сантиметров ниже вашего. У вас 165 – это под 55 вес. 160 – под 50 вес должен быть. То есть у нее 161, то есть у нее 47, 48, и она родила двоих детей, цикл ходит прекрасно. У вас, если 165, то вам нужно 2-3 килограмма добавить хотя бы. Я не говорю жира добавить, я говорю тренироваться мощно, есть мощно. Есть то, что 400, не меньше. Питание при грудном. Будет ли пост на отдельный? При грудном, сразу вам говорю, очень важно понять, что грудное вскармливание – это работа за двоих. Длительных протоколов голодания делать не стоит, потому что огромное количество калорий требуется для поддержания метаболизма. И всегда для просчета метаболизма вы используете коэффициент 27, когда вы кормите. То есть на примере я рассказывал, как узнать свой метаболизм. Но даже у самых худеньких девочек не меньше, чем 1500 калорий. А если у вас вес, например, за 60 после родов, что скорее всего, то у вас по 2. А если за 70, то по 2,5. А если у вас двойня, то это 3. Поэтому это как-то так. Так, спасибо вам огромное за все, что вы для нас делаете. Наташенька, спасибо вам огромное. Я безумно рад стараться и быть полезным. Мелатонин действительно является антиэйджинг препаратом или влияет на выработку СТГ. Мелатонин – это вообще просто обминокислота, так же, как и эльтрептофан. Мелатонин – это элемент, который просто помогает немножечко лучше спать и расслабить центральную нервную систему. Никаким образом мелатонин никогда не был антиэйджинг препаратом или не является средством повышения уровня СТГ. Для того, чтобы повышать уровень СТГ, вам нужно шарашить, как проклятому в зале, повышенную делать нагрузку на кардиоваскулярную систему. И работать в стиле битвы с интенсивно-дермального тренинга, как я с вами делился на днях, тысячу калорий за 67 минут. Это повышает выработку СТГ, но не мелатонин. Влезла в джинсы, в которые не могла влезть на прошлой неделе, а вес тот же. Видите, какая фантастика. Композиция тела и разные ткани дают разный вес. Алексей, вы считаете, что читмилы помогают сдвинуть вес вниз? Я считаю, что читмилы помогают расслабить психику, а сдвинуть вес вниз абсолютно они не помогают. Только что посмотрела вчерашний эфир. Это очень мощно. Снимайте почаще мотивационную речь. Прям тронуло. Спасибо. Спасибо вам огромное, Наташенька. Я регулярно работаю с мотивационными речами в Ютьюбе, в Инстаграме, в моем марафоне. И самое прикольное, самое крутое, что это мы с вами делаем всегда в прямом эфире. То есть это не текст, который мне кто-то написал, я его заучил, и я с вами пытаюсь эмоционально это отработать. Это искренние, настроенные, выраженные мысли в режиме прямого эфира. В этом, ребята, и весь сок нашего общения. То, что это все вживую. То есть вы видите меня живого, я общаюсь с вами, читаю ваши комментарии. Все вживую. Это все абсолютно настоящее. Беременность, ЭПГ и кето продолжать. Я считаю, что кето на беременности нужно перевести в палео, питаться чисто, с фруктами, ягодами, и орехами, и овощами в больших количествах. ПГ 12 на 12 максимум. Если вы просыпаетесь, и вам хочется есть в 8 утра, то вы едите в 8 утра. Почему, когда встаю с горизонтального положения, резко темнеет в глазах? Спасибо, потому что отток крови, и потому что мало кислорода у вас в организме, и это абсолютно нормально. Встаете резко. Представьте, если вы присели, вы поднимаетесь. Что происходит? У вас идет кровоток постоянный, и у вас, когда вы встаете, у вас кровь вниз отливает. У вас просто моментальное кислородное голодание, и из-за этого у вас небольшое головокружение. Кушаю один раз в день. Так удобнее. Можно ли добирать калории с свиным салом? Добирайте калории с свиным салом без проблем. Я рекомендую хотя бы час-полтора. Алеша, ваша. Хорошо, Артемий. Здравствуйте. А с вами Сима ли диета Дюкана и ПГ? У меня есть отдельное видео на Ютьюбе о диете Дюкана. Посмотрите его, пожалуйста. Я снял. Обязательно посмотрите. На Ютьюбе. Ха-инструктор в эфире Е. Здравствуйте, моя дорогая. Здравствуйте. Можно ли практиковать ПГ 16-80 дней в месяц на протяжении долгого... Ну, зачем? Это так же, как я делал вчера вам очень крутую аналогию. Это так же, как... Знаете, а можно кето через день? То есть, или можно я буду там бросать курить через день? Или бросать пить через день? То есть, весь смысл от интервального голодания заключается в том, что вы едите достаточно. И заключается в том, что вы делаете это... Это ваш образ жизни. То есть, вы включаете и аутофагию, вы включаете пониженный уровень вашего, собственно, инсулина. А 10 дней в месяц, ну, это бессмысленно, мне кажется. Зачем? Это и не туда, и не сюда. Здравствуйте, ощущение на правая почка 3 сантиметра. При ПГ вес уходит и начинают ощущать ее. Спасибо. Вы ее начинаете ощущать очень просто, потому что у вас недостаточно жировой ткани, которая будет удерживать ее. И поэтому врачи говорят, вам ни в коем случае нельзя. Что делать? Худеть, потому что вам нужно вашим салом держать ваши почки. Я считаю, что если вы будете тренировать мышцы кора, будете тренировать вакуум, будете тренировать бокосы и мышцы пресса, будете тренировать поясницу, будете тренировать ягодицы, бедра, и будете тренировать межреберные мускулы, и вообще заниматься всем хорошим, мощным, собственно, процессом строительства мускулатуры и тонуса, то ваши почки будут держаться на месте. То есть, если вы будете ходить и ни черта не делать в виде поддержки тонуса вашей мускулатуры, то, естественно, при опущении она будет опускаться вниз. Но, внимание, если у вас хорошее, подтянутое тело, вы не будете иметь этой проблемы. Анатолий, здравствуйте, уважаемый и дорогой. Юлечка посмотрела вчерашний эфир, он был очень крутой. Ваш рассказ про печенье ночью над раковиной у меня было такое же. Ночью просыпалась и сжала все подряд. Моя дорогая, вы моя любимейшая марафончица. Спасибо вам большое. Добрый день, Алексей. Как всегда, заряд энергии? Конечно, как всегда, заряд энергии. Сегодня у меня абсолютно особенный день. Ребята, сегодня у нас мега все насыщено. И я прям с вами в эфир, как всегда, вот так вот из поля боя прям к вам. Сейчас я разбирал вопросы марафонцев. После этого у меня анализы марафонские. До этого у меня там были куча постов. Сейчас мы с вами в прямом эфире работаем. Прям сегодня весь день, как всегда, ребята. Каждый день. Заметьте, вчера у меня был воскресный выходной. Очень смешно. И в выходной, пока все отдыхают, мы фигачим. Вчера с 9 утра до 6 вечера прям не прекращаясь. После 6 вечера ответы на комментарии какие-то, написание каких-то текстов, подготовка к постам в 5 утра, которые выходят в Инстаграме с записью и с прописанием аватарок, вот этих вот, адресовка их отрисовываю я их сам в замечательной программе на iPad, которая называется, вот она называется Affinity Photo. Я ее сейчас загружаю. И это все требует времени. То есть мой рабочий день на 17 часов. То есть каждый день, несмотря ни на что, в субботу я стараюсь просто чуть больше детям внимания уделять. Т3-4 занижены, ТТГ в норме, записалась на УЗИ щитовидность, что в питании, пока скорректировать. Такие продукты ввести и убрать. Спасибо. Во-первых, вы должны убрать сладости. Во-вторых, вы должны постараться быть активными. Делать 10 тысяч. В-третьих, вы должны сделать анализ, посмотреть, если у вас йода дефицит. В-четвертых, если есть узелки на УЗИ, вам скажут. ТТГ в норме, Т3-Т4 занижены. Насколько они занижены? Сразу подключайте, пожалуйста, ашваганду и сразу подключайте, пожалуйста, комплексы щитовидной железы, сайхерба, который называется Тайроид Комплекс от фирмы НАУ. Алексей, как вы относитесь к холодцу? Вот так отношусь к холодцу. Добрый день. Главное, чтобы он у вас был холодец не потому, что он на желатине, а потому, что он действительно на жирном бульоне. Так, как объяснить маме, что ПГ-это круто для здоровья? Дайте ей посмотреть видео на Ютубе, которое называется «Что такое переводическое голодание?» Добрый день. После бега даже легко очень болит голова. Почему? Кровь. Все из-за крови. Недостаточное количество кислорода в вашем организме. Вполне возможно, если вы сдадите анализ на вашу, на композицию крови, у вас будет пониженный гемоглобин и пониженный перитин, но они не всегда связаны. Если у вас низкий гемоглобин, это означает, что ваш организм будет голодать кислородно, и голова может от этого болеть. Здравствуйте, я уже достаточно долго ем два раза в день и один прием всегда, тысячу калорий, всегда вписываюсь в БЖУ. Нормально ли, если вас так устраивает? Пожалуйста. Что лучше есть на ночь? Отдельное видео на Ютубе, есть лучшие продукты для ужина. Макс, у меня вопрос, что вы скажете по поводу майонеза, ведь он состоит из, казалось бы, полезных компонентов. Майонезы, которые вы покупаете в магазине, это редкостный кусок говна, потому что он делается не из, казалось бы, полезных продуктов, а из заменителей куриных яиц и делается из рапсового масла. Я вам специально делал отдельное видео в Инстаграме здесь о том, насколько кусок говна этот майонез покупной. А в ленте у меня здесь, вот если вы зайдете в ленту и опуститесь вниз, достаточно глубоко опуститесь вниз, вот проблема Инстаграма заключается в том, что приходится листать для того, чтобы хоть что-либо найти из того, что в архивах, поэтому приходится немножечко поработать. Если вы опускаетесь вниз, 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 во-первых, тут сметана есть, мега вещь, я вам показываю в следующем моментике, смотрите, до Нового года вообще этот был пост. Я вам показываю покупной майонез, его состав из говнарапсового масла и это абсолютная подлива, а потом я вам показываю настоящий майонез. Вот здесь у меня есть рецепт. Вот если вы спуститесь вниз, я здесь, смотрите, в минутном видео разбираю для вас, как быстро приготовить самому майонез в домашних условиях, так как делаю это я. Сейчас я вам кусочек покажу. Посмотрите, сейчас он начнет опускаться, идти. Давай, уже хватит рассказывать про то, как это круто и показывай рецепт. Давай, показывай, показывай рецепт. Сейчас вот вы увидите часть рецепта. Смотрите, желточки у нас берутся. Далее у вас помимо желточков идут далее моментики, связанные с правильным маслом, связанные с правильными ингредиентами в виде там лимонного сока. Посмотрите, там все взбивается. Посмотрите это видео. И такой майонез, он действительно будет полезным, но не покупной. Это знаете, как, точно так же, как говорят, казалось бы, что вредного в Макдональдсе? Все лишь котлета, булка и салат. Но на самом деле булка из самой дешевой, низкого качества муки, которая не несет ничего, кроме мучной, углеводистой, абсолютно некачественной, ну, мусор. Котлета это полуфабрикат, в котором, ну, хрен пойми какой состав, который там это полный, ну, в общем, короче, это очень плохо по составу. Все ингредиенты достаточно дешевые. Дайте мне, пожалуйста, лайк сейчас в комментарии, напишите, потому что у меня садится дичайшим образом телефон. Мне только что он дал напоминание о том, что у меня 20% осталось на нем. Напишите, пожалуйста, если у меня не выбилась трансляция и напишите, если вы меня видите сейчас. Мне очень важно сейчас внизу. Напишите, если трансляция продолжается, и вы меня видите, все идет. Мне очень важно, потому что у нас разряжается, и я надеюсь, что у меня не отключился эфир, и вы меня по-прежнему видите. Видно, да? Доброе? Отлично. Доброе утро. Я попала на эфир. Ура! Отлично. Таечка, вы большая молодец. Чувства. Алексей, скажите, пожалуйста, почему утром чувства усталости, когда была на марафоне, такого не было? Ну, потому что, когда вы на марафоне, у нас там энергетика нас поддерживает всех, и родные. Если вы еще хотите попасть ко мне на марафон, вы делаете следующую историю. Вы заходите ко мне сейчас в профиль. Сейчас нет рекламы актуальной истории. Вы заходите в профиль, и вот здесь нажимаете PG-марафон ссылку, и, значит, вам откроется инструкция, как вам можно отправить вашу заявку, вот такую вот историю, сохраненную в профиле. Отправляйте, потому что заранее прошу регистрироваться, чтобы вам достаточно хватило места. Нужно посмотреть, какая калорийность у вас. Если вы чувствуете усталость с утра, то вполне возможно, вам нужно 200 калорий добавить. Да не удаляйте вы так много времени еще. Это вообще не важно. Да не... Так, поехали вниз. Скажите про финики, пожалуйста. Также отдельное видео есть про финики. Это дичайше высокий гликемический индекс. Просто мега 135, если мне память не изменяет. У сахара, ребята, у сахара гликемический индекс 80 или 70, не помню, 80 точно. 79, 78, 80. Чуть-чуть больше, чем у белой муки. Белая мука 75, коричневая 69, а финик 135. То есть это дичайшая абсолютно скорость. Как вы посмотрите, с сахарным диабетом какой тип питания? Ради всего святого, при сахарном диабете, вы идете ко мне на YouTube канал, смотрите там видео, которое называется «Поборем сахарный диабет вместе». История моих марафонов 13 сезонов говорит, что можно полностью вылечиться от диабета второго типа при помощи правильного питания, при помощи активности. И это я доказываю сплошь и рядом. По анализам, по работе, и люди, которые ко мне приходили с диабетом, затем их врачи, лечащие, просто «Вау, что это такое? Почему у вас преддиабет?» А потом из преддиабета они уходят. Поэтому спокойно, абсолютно, смотрите это видео, там я рассказываю, что, как и нужно делать. Вы можете вообще поставить табу на продукты, пусть питаются, когда требует организм. Так, это не ко мне. Как восстановить микрофлору кишечника после антибиотиков? Кефир, пожалуйста, у меня в ленте есть видео, 4% и пробиотики. Перед сном пить живые, купленные в аптеке, те, которые на самом деле усваиваются организмом. Не покупать пробиотики мертвые с интернета, это очень важно. Далее. Так, Сергей здесь борется, Иван, директор ПГМарафона. Заряжайте своей энергией, я вас уважаю, спасибо вам огромное. Я всячески стараюсь отвечать на максимальное количество вопросов и сегодня, видите, стараюсь не отвлекаться на какие-то более глобальные темы. Я вчера тот раз глагольствовал и рассказывал вам о своих тараканах. Да, сегодня стараюсь максимум вам отдать. Как разогнать метаболизм? Нет такого понятия разогнать метаболизм. Есть понятие вернуть метаболизм в нормальное русло. И вы можете его ускорить на 200-300 калорий базового обмена, если у вас лишний вес, если вы едите хрен по мичтой, если вы мало расходуете. Возврат метаболизма к его природному уровню, а не разгон. Вот это правильно понимать. Где можно посмотреть ваш рацион? В Ютубе есть видео, называется «Что я ем?» или как-то сейчас вам Иван напишет, как это видео называется. Мой рацион питания, кажется. Добрый день, дефицит витамина D. Какую дозировку витамина пить, чтобы восстановить баланс? Витамин D вы должны пить строго, внимательно, с витамином А. И вы пьете не дозировку, вы пьете, например, если вы в капсулах берете или в таблетках, лучше всего вы берете это будет в составе какого-то продукта, например, Code Liver Oil. Очень хорошее, биологически доступное, биологически доступный компонент, господи, боже мой, полу-русский, полу-английский. Биологически доступный источник. Вот, господи, это слово, господи, как эти три языка в голове у меня вращаются. Чешский, русский, английский. И вы всегда доступный источник, который вы можете использовать в своем рационе для обогащения D и A. Солнце само по себе это прекрасно, но без A солнце не даст вам повышение витамина А. Так, Вик, повторяйте вопрос. Повторяйте вопрос. Что лучше всего кушать на завтрак? Овсянка с арахисовой пастой, может быть, или опсяна? Блин, во-первых, что вы подожидаете с завтраком? Если вы не понимаете, какой завтрак и во сколько он должен быть, смотрите в YouTube мое видео, называется лучший продукт для завтрака, и почему нужно завтракать после 16.00. Но если вы имеете в виду завтрак на ужин или завтрак на обед, например, то овсянка это слишком углеводисто для первого приема пищи. Лучше углеводы или жиры и белки. Жиры с белками. Максим, было бы круто сделать видео о том, как что выступало решающим для вас фактором для перехода из состояния унылого жердяя к тому, что сейчас. Это очень мотивирует. Еще раз спасибо за вашу энергию. Спасибо вам огромное. Я сделаю, Дэн, на самом деле мы можем с вами общаться в любых прямых эфирах и обсуждать эти вещи. И я могу сейчас с вами тоже начать тут немножечко об эту тему обсуждать, потому что всегда есть точка невозврата, где ты либо превращаешься в унылое говно и искатишься вниз, вниз, вот туда, по наклонной, либо ты стараешься всячески пытаться вырываться наверх. Это я обязательно с вами еще буду обсуждать. Добрый день. Прошло 7 дней на вашей дейте недельки. Потеряла всего 2 кг, но по объему уменьшилась. Можно ли провести еще недельку на этой дейте? Спасибо. Я вам рекомендую сделать неделю-полторы паузы. Это во-первых. А во-вторых, специально для вас, для тех, кто недоволен килограммом за 2 кг за 2 недели. Я сделал видео вчера в Ютубе, которое называется «Почему так медленно худею?». Здесь на аватарке написано «За 2 недели ушел всего 1 кг жира». И упаси вас Господь еще раз когда-либо сказать, что 2 кг всего за неделю – это мало. Это охренеть как много, и это потрясающая цифра. Вы никоим образом не думаете, что это мало или недостаточно. Вы счастливы и довольны этим результатом. Посмотрите это видео и вы поймете, почему. Алексей, здравствуйте. Постоянно болит голова. Что делать на пару месяцев, если болит голова? Внимание! Это всегда либо давление, либо канализ крови сдавать нужно и смотреть, что у вас не хватает. И давление может быть либо повышенным. У вас гипертонус, и у вас вегетососудистая дистония может быть от атрофии сосудов, например, пониженного постоянного давления. Несколько вариантов есть. Здравствуйте, Алексей. Скажите, пожалуйста, можно ли на голоде употреблять масло, расторопшее масло? Не стоит никакое больше 3-4 грамм за один прием. Иван Эйлюшенко, здравствуйте, Алексей. Съел что-то не то? Отравление может ли голод 48 или делать? А если вы съели что-то не то, то вам нужно абсорбент в виде угля, либо сорбекса, либо энтеросгеля, который будет впирать в себя токсин, который вы не съели, и много воды. Коллаген. Какую фирму лучше принимать? В ленте есть видео. Колофит называется. Нет, я наоборот доволен двумя потерями килограммами. О, отмолоченка. 2 килограмма – это прекрасно. Умничество, что вы довольны. Пожалуйста, неделю-полторы возьмите плюс 200-300 калорий, а затем снова можете садиться на недельку. И главное, ради всего святого, сохраните активность. Никто не поддерживает, но я кремень. Вы не просто кремень. Вы, если вас не поддерживаете, просто как флаг развивающийся среди поля неверующих и тех, кто считает, что вы делаете все не так. Не важно, это питание или похудение. В вчерашнем видео я делал вам особенно в конце, посмотрите вчерашний лайв, который все ребята очень хвалят. Это действительно я обращал внимание именно на то, когда никто не поддерживает. Ты один в поле воин. Что в этом плане делать? Желто-зеленый налет на языке, проблемы с желчью. Что делать? Пить много воды, смотреть видео, которое называется «Как правильно начать периодическое голодание». Это важно, потому что желчный и заброс желчи в пищевод. Нужно этот вопрос решить. Я тоже одна без поддержки. Аннушка, вы не одна. Мы вместе сейчас с вами. Мы вместе сейчас с вами и сейчас вместе с нами 120 человек, которые находятся прямо сейчас в эфире. И за это, ребята, я хочу сказать вам огромный низкий поклон и спасибо. Потому что мы поддерживаем друг друга, мы общаемся, мы в наших прямых эфирах выражаем энергетику, которая толкает. Ребята, вы не принимаете просто насколько я заряжаюсь вами. Каждый, кто пишет комментарии, каждый, кто ставит лайк, каждый, кто смотрит, каждый, кто просто внимую смотрит. Даже если вы ничего не пишите или не ставите, я чувствую энергию, которая просто исходит от этого телефона. И я очень хочу, чтобы вы чувствовали мое отношение к вам. И абсолютно не важно, кто поддерживает вас. Никогда не будет дорога одного пути к счастью и успеху и строительству тела своей мечты, строительство карьеры своей мечты легкой и простой. Если бы это было легко и простой, мы бы все выглядели идеально, мы бы все с вами были очень успешными, состоятельными людьми. Но, к сожалению, так не бывает. Жизнь – боль. И жизнь – это соревнование в то, сколько кто выдержит страданий на пути к какой-то цели. Я поэтому вас всячески стараюсь поддерживать и делиться знаниями, делиться опытом, делиться энергетикой, потому что постоянно будут хейтеры, постоянно будут люди, которые тебя осуждают. Будь то ты вот здесь, на этой стороне экрана, где каждый может тебе написать гадость, каждый может написать глупость. Или родственники, друзья и близкие, которые еще хуже, чем хейтеры, потому что это люди, которых ты знаешь. И ты говоришь, любимый муж, поддержи меня. Здравствуй, мой друг, поддержи меня. А тебе говорят, ты какого хрена вообще занимаешься? Перестань этим говном заниматься. Иди делай, как все. И вы в этих эфирах, вы в этих прямых эфирах, вы в нашем общении всегда можете найти поддержку и помощь. Я им сахар и худею. Кушайте себе на здоровье. Здравствуйте. Спасибо за ответ, Алексей. Вам большое спасибо. Так, Жанночка, спасибо за лайк. Привет, Наталья. Да, красавцы ребята, прекрасно. Абсолютно у нас с вами общение проходит и прям замечательно. Так, Давид, из-за сильной жары появилась большая усталость и сонливость. Подскажите, как быть? Протокол отвечает, во-первых, больше пейте воды. И усталость и сонливость, потому что у вас на 99% недостаточная минерализация. Сегодня делал истории, рассказывал, что с потом выходит огромное количество электролитных жидкостей и баланс нарушается. Обязательно нужно минерализировать. Алексей, подскажите, темные пятна в подмышечных впадинах – это следствие инсулина. Нет, это, скорее всего, вопрос, который сегодня мы разбирали. Это пигментация и это аутоиммунная беда, которая часто случается на фоне стрессов и может прогрессировать. Пожалуйста, если вы будете придерживаться нашего рациона и нашего графика питания. И самое важное – избегать прямо глобальных стрессов. Пигментация проходит. Очень важно это понимать. Потому что светлые пятна – они лечатся. Грусть и стыд после зажоров – это нормально. Блин, свадьбы на выходных. Свадьбы – это совет да любовь тем, кто, собственно, решает свою жизнь связать друг с другом. А жиротва на свадьбах – это, может быть, либо чисто полезно, и вы выходите героем. Я съел на свадьбе салатик, лосося и, может быть, немножечко запеченных овощей. Либо я на свадьбе раскатал к чертовой матери стол и упал лицом в медовик. В любом случае, у вас нет другого выбора. Жизнь течет, и вы на этой дорожке, которая либо вы останавливаетесь и вы жалеете себя, либо вы начинаете бежать на дорожке, чтобы вы успели за остальными. А для того, чтобы опередить остальных и строить тело, вам нужно не просто бежать, а наваливать, как потерпевший. Поэтому были свадьбы – совет да любовь. Развернулись и пошли дальше фигачить. Съели гадости лишние – хрен с ней, с этой гадостью. Работаем, трудимся, инвестируем дальше. Нет выбора. У вас нет выбора. Жизнь идет. Время не остановить. Планету не развернуть обратно. Поэтому вы трудитесь, работаете и дальше инвестируете в себя. Родные мои, пожалуйста, поставьте пальчик этому видео. Если у вас есть возможность, я буду вам безумно признателен, если вы будете подписывать своих близких, друзей, тех, кто дорог вам и близок, на наш с вами инстаграм профиль, потому что поддержка абсолютно необходима. Мы еще немножечко дойдем до 20 тысяч подписчиков, ребята. Это будет означать, что за неполных 7 месяцев, 6,5, мы с вами удвоили количество наших золотых подписчиков, активных, собственно, членов нашего общества, которое борется за здоровье, долголетие и действительно воспринимает настоящие семейные и человеческие качества за ориентир и за то, куда нужно правильно стремиться. Поэтому, если будет возможность, давайте подписывать близких, друзей, потому что 19 550 человек на данном этапе. 450 осталось человек подписать и у нас будет 20 тысяч. И мы фактически за полгода удвоились в росте. Это будет мега круто. Ребят, на этом вопросе я буду с вами прощаться, потому что у нас прям очень все классно получается. 20-ти минутный замечательный, даже больше. Мы начали в 10, 20, 30, 30 минут. Боже, время так и летит на нашем общении, ребята. Просто не замечаю, как мы с вами просто потрясающе общаемся и прям спасибо вам огромное, как всегда, ребята. Очень душевно, очень круто, очень эмоционально. И главное, что все очень прям вот классная атмосфера. Обожаю вас и наши прямые эфиры. Спасибо, ребята. До завтра. Отключился. Спасибо вам, мои родные. Отключаюсь, потому что телефон уже выключается, на нем 3% осталось. Все, пока-пока.